Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. С 2006 года в Архангельске проходит акция «Родители, где вы?». Хорошо, когда у ребенка есть мать и отец, которые о нем заботятся. Хорошо, когда он ощущает, что он желанен и любим. А вот если нет, если в силу обстоятельств он оказался без семьи в доме малютки, детском доме или приюте, что тогда? Кому обратиться за помощью, у кого попросить долгожданных маму и папу? У нас в студии директор городского центра охраны прав детства Ольга Илюшина. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте! Вот с 2006 года вы начали акцию «Родители, где вы?». Что ждали вы от этой своей затеи, от этой идеи? Ну, первоначально те цели, которые мы ставили перед собой, это обязательно освещение проблемы сиротства, привлечь общественное внимание к данной проблеме. Это первое. А второе, основная задача – это поиск и подготовка кандидатов в приемные родители. Да. Какие сейчас уже есть результаты? Сколько лет уже прошло, да? Прошло достаточно уже много времени. Результаты. С каждым годом мы подводим итоги всех акций, которые проходят. Я бы хотела сначала, конечно, поделиться радостью. Уже акция, которая стартовала в этом году, в 2014 году, уже есть свои результаты. Два ребенка уже усыновлены. И поэтому это, конечно, не может радовать, потому что акция стартовала не так давно. И это уже хорошие результаты. Мы надеемся на дальнейшее положительное развитие этих всех событий. Это первое. А второе, я бы хотела сказать об итогах предыдущей акции. Тоже они нас порадовали, потому что в 2013 году из 22 детей, которые были размещены в рамках родителей, где вы, 12 детей обрели семью. Это хороший результат. Это хороший результат. И результат почему хороший? Потому что дети, которые были размещены в рамках акции 2013 года… Их фотографии. Их фотографии, да. Их фотографии. Это мы ставили перед собой задачу. Понятно, что маленькие детки хорошо всегда уходят в семью. Почему? Потому что, возможно, еще есть такой стереотип, мнение, что проще с маленьким ребенком, еще пока он растет с маленького возраста. А в 2013 году мы размещали фотографии детей подросткового возраста, более старшие дети. Они тоже ждут семью, они нуждаются в любви, в заботе, в ласке. И поэтому 12 детей более старшего возраста – это тоже очень хороший результат. Это первое. А второе, ведь без опеки и без опечи, без внимания родительской заботы остается не только один ребенок, да, целая семья, скажем, да. Братья и сестры. Братья и сестры, да. И в прошлом году у нас ушли в семьи, в замещающие два брата и брат с сестрой. Поэтому это тоже очень хороший показатель. Ольга Васильевна, а есть цифры, сколько ежегодно в Архангельске детей остается без родительского заботы, ласки на попечении государства? Да, конечно. Средняя цифра по городу Архангельску – это около 300 детей в городе Архангельске остаются ежегодно без попечения родителей. Да, ужас, да? Очень большая цифра. А по сравнению с другими регионами, как у нас дела обстоят? Ну, я думаю, что везде, в принципе, такая ситуация. Это же ведь страшные цифры, вообще говоря. И в каждом регионе свои существуют вот такие детки, которые остаются без попечения родителей. Поэтому наш регион не исключение. То есть дети и в доме малютки, и в детском доме, да, и в приютах. И все они ждут, конечно, своих родителей. К нам много ли родителей обращается? Взрослых. К нам обращается довольно-таки много родителей. Почему? Потому что наш центр содействует органу опеки и попечительствия в плане обучения кандидатов в приемные родители с 1 сентября 2012 года. Мы должны обязательно проводить обучение в приемные родители. В прошлом году, по итогам 2013 года, к нам обратились, сами обратились по направлению органов опеки 99 человек. Это по итогам прошлого года. Поэтому, ну, цифра такова за прошлый год. А кто чаще, скажите, вот изъявляет желание усыновить ребенка, ну, или вот в приемную семью взять? Это что за люди? Вот такой портрет таких взрослых родителей? Ну, я могу сказать, что, конечно же, это все индивидуально. Но если собрать вот такой сборный некий портрет кандидатов в приемные родители, у нас проводятся исследования, стараемся периодически все это проводить. И по итогам прошлого года, если нарисовать такой сборный портрет кандидатов в приемные родители, это женщина средних лет, которая довольно-таки хорошая имеет доход, что очень немаловажно в наше время, которая имеет высшее образование, то есть она имеет достаточно много знаний для того, чтобы воспитывать своего ребенка, которая хочет взять к себе ребенка на воспитание. То есть это шаг обдуманный всегда, да? Шаг обдуманный, да. Это шаг обдуманный. Хотя, конечно же, бывают ситуации, когда возникают какие-то эмоциональные чувства, спонтанные чувства. Но даже если приходят кандидаты в приемные родители вот таким эмоциональным подъемом, что да, я хочу взять ребенка, 72-часовая программа, которую должны пройти люди для того, чтобы, ну, не только получить знания, да, в плане воспитания ребенка, в плане того, что ведь достаточно много таких нюансов, когда ребенок остается без попечения родителей, ведь должны же все эмоциональные его какие-то составляющие показать, да, на некотором этапе происходит, возможно, какой-то перелом, да, в сознании приемного родителя, смогу ли я на данный момент, вот эти все эмоциональные чувства, они немножко отходят на второй план, уже происходит какое-то реальное осознание всего этого процесса. А скажите, да, вот, а как осуществляется подбор ребенка? Вот они прошли у вас программу, они уже нацелены на конкретного ребеночка, которого хотят застенить или нет? Все разные, в принципе, люди, кто-то приходит конкретно, хочу взять ребенка определенного возраста, определенного пола, но бывают такие ситуации, когда нацелен на одного ребенка, а потом в процессе уже знакомства понравится другой ребенок, бывают такие ситуации, влюбляются, хотят, поэтому это несколько такой непредсказуемый процесс, но всегда хорошо, что это все хорошо заканчивается, и люди, главное, берут в семью ребеночка и делают его счастливым. Да, ну, это, в общем-то, самая главная цель, да. Это самая главная, самая основная цель, конечно. А вот это все архангелогородцы, те родители новоиспеченные, или же к вам приезжают еще из других вообще регионов и городов, нет такого? Право имеет любой житель города, житель России обратиться. Если ему понравился ребенок, например, из города Архангельска, да, конечно, ему никто не возбраняет прийти, не прийти, приехать или обратиться каким-то образом, и уже дальше смотреть и развивать в этом направлении свою деятельность. Но вы обучаете только архангелогородцев? Да. А вот скажите, от чего вы предостерегаете? Вы сейчас уже говорили, что этот процесс такой очень индивидуальный и не совсем предсказуемый. От чего предостерегаете, прежде всего, тех, кто хочет взять ребенка, усыновить или в приемную семью? Ну, во-первых, хотелось бы... Испотыкаются вообще родители? Вы знаете, я бы как ответила на этот вопрос. Ведь существуют вообще мифы о приемных детях. Хотелось бы, чтобы... Да, что у него такие гены, и ничем это не исправит. Да, что если человек принял решение, я хочу взять к себе в семью ребенка, да, он какой-то уже перед собой поставил задачу, то не надо обращать внимание на мифы. Все эти мифы можно развеять. Давайте развеем. Ну, вот каким образом. Например, у приемных, ну, дети, которые проживают в детском доме, скажем, у них плохое здоровье. Но плохое здоровье – это понятие, понимаете, какое? Конечно, бывают дети ослабленные, потому что... Да, ну, иммунитет ослабленный. Потому что предыдущие, скажем, ситуации, в которой они находились, не сподвигали их к тому, чтобы их здоровье было столь таким хорошим. Но все это возможно, скажем, улучшить. Улучшить, при внимательном отношении это все можно восстановить, и ситуации такие достаточно много, когда, если человек обращается, если мама вновь испеченная обращается к врачам, выполняет рекомендации, все это решаемо, и ребятишки вырастают такие хорошие, замечательные. Ну, вот я думаю, что если второй миф, что если они родились в неблагополучной семье, то, значит, обязательно у них тоже по кривой дорожке их потянет туда, да? Да, но это такой тоже очень распространенный миф, но при этом тогда бы у всех, скажем, алкоголиков и у всех наркоманов, у всех всегда бы в семье рождались бы алкоголики, наркоманы, но это же не подтверждено. Поэтому здесь тоже можно по-разному смотреть на эту проблему. Я считаю, лично мое мнение, что это на самом деле миф, который может быть развеян и даже должен быть развеян. Потому что это, если ребенок находится в нормальной обстановке, если его окружают хорошие люди, если его направляют на правильно, скажем, путь, то все это может быть отодвинуто на задний план. Да, ну вспомнись, Маугли воспитывался в одной среде, да, стал одним и так далее. Да, ну вот все-таки я вернусь к этому вопросу. На чем спотыкаются родители? Вот вы сказали на мифах, да? А еще, вот может быть, действительно они себе нарисовали какую-то розовую такую картину, надели розовые очки, а все-таки вы их возвращаете к реальности, да? Что это должно быть осознанно, должно быть очень обдуманно, должен понимать, что ты делаешь. Ты берешь, в общем-то, чужого ребенка и хочешь его сделать своим. Ну это я еще раз говорю, это эмоциональная составляющая, в любом случае, когда проходят кандидаты в приемные родители, школу приемных родителей у нас в центре, все равно ведь рассматриваются очень много аспектов, начиная от психологического состояния ребенка каждого возраста, от развития ребенка, да, вот это все раскладывается, рассматривается, и поэтому родители уже осознают и понимают, что они должны ждать. Конечно же, проблемы будут, это понятно, потому что изначально сам ребенок, который был уже изъят, он уже получил травму, с этой травмой надо работать, это прекрасно осознают все, и даже те, кто не является в кандидаты в приемные родители. Но для этого есть специалисты, которые помогают людям, поэтому таким образом. А чему учите? Есть очень большая программа, 72-часовая, учим всего, начиная от психологических аспектов, специалист по социальной работе работает, так скажем, с теми условиями, в которых может проживать ребенок. Медик, медицинский врач-педиатр у нас рассказывает в индивидуальной консультации о каких-то медицинских направлениях развития ребенка, то есть вот это вот комплексно, психологи, психологическое сопровождение. Родители выходят такими подкодными, да, с такими знаниями медицинскими и психологическими. Но ведь надо, наверное, не только с родителями работать, но еще и с окружением, да, с их семьей, ведь это тоже очень важно, да, как его воспримет вообще вся родня. Да, потому что очень важно, когда возникает какое-то решение, ну, скажем, возникла у кого-то идея принять в свою семью ребенка. Для этого необходимо собрать семейный совет, обсудить, чтобы все члены семьи поняли, прониклись, потому что это очень серьезное ответственное дело, и все должны понимать, какую ответственность на себя берут все. Да, мне кажется, мы сейчас так запугали. Нет, это мы не запугали, это нормальные такие вопросы, которые должны быть. А какие формы устройства вот ребенки в семье выбирают родители наши архангельские? Ну, можно сказать, что 50 на 50 процентов, 50 процентов это усыновление, закрытая форма, ну и 50 процентов это приемная семья. А чем отличаются, так вот вкратце расскажите? Ну, усыновление, понятно, даже само понятие усыновления, это уже будет твой ребенок, если вот рассказать просто неформальным языком, ребенок, который... Записан у тебя в паспорте. Да, записан у тебя в паспорте, он обладает всеми правами, всеми возможностями, которые будет обладать твой личный ребенок, кровный ребенок, поэтому это усыновление. В принципе, родители приемные имеют право не раскрывать тайну усыновления, они могут оставить это у себя, и никто может не узнать о том, что этот ребенок усыновлено, достаточно много таких ситуаций. А приемная семья, это уже, можно сказать, та семья, когда родители на себя берут обязанность, они заключают договор, они получают зарплату, как приемные родители, и поэтому договор может быть заключен на определенный период времени. Понятно, это должна быть обязательно форма контроля со стороны органов опеки и попечительства, потому что ответственность все несут по отношению к этому ребенку. А есть возврат приемных детей обратно в детские дома, в приюты? Ну сейчас, что бы я хотела сказать, в связи с тем, что у нас идет сопровождение приемных родителей, вот специалисты нашего центра, когда образовалась приемная семья, и ребенок уже попал в семью, он находится под пристальным, я бы не сказала бы контролем, потому что тоже, возможно, жители города Архангельска скажут, что вот такой тотальный контроль. Нет, мы оказываем помощь родителям при возникновении каких-то проблем, и когда идет сопровождение приемной семьи, все равно проблемы как-то проще нивелировать, и я к вопросу о распадах, распада в городе Архангельске достаточно, ну, очень мало, так скажем. И когда возникают эти вот крайние ситуации, которые, конечно же, очень травмируют, всех травмируют, и те специалисты, которые работали, это чаще всего подростковый возраст, но их очень крайне мало. Да, ну, вот говорят, что, да, вот, значит, за деньги вы берете детей, там одна набрала у нас, да, получает за это все дело зарплату, но все-таки этот шаг далеко не каждому, в общем-то, дается, наверное, поэтому надо, наверное, все-таки более внимательно отнестись к тем людям, кто берет в свою семью приемных детей. Но я знаю, что ведь у вас это не единственная акция в вашем центре, правда, в вашем центре охраны прав детства, Архангельском, еще какие есть? Ну, наш центр, у него есть очень много направлений деятельности, поэтому у нас есть направление, так скажем, работы, это патронаж над семьями, которые относятся к категории, скажем так, ну, неблагополучных семей, да, и эти семьи всегда нуждаются в поддержке, в помощи. Понятно, что специалисты нашего центра, помимо психологической какой-то еще специальной, такой индивидуальной помощи, должны каким-то образом организовать скажем, ну, ребенка необходимо отправить в школу. Мы объявляем акцию 1 сентября, это тоже традиционная акция уже в городе Архангельске, о ней наслышаны очень многие, потому что и просто приходят жители города Архангельска, уже зная в преддверии 1 сентября. Эта акция у нас идет «Собери ребенка в школу», да, это 1 сентября. Также новогодние каникулы, новогодние праздники, все ждут торжества, все ждут подарков, все ждут внимания, тоже традиционная акция. То есть эта акция, она у нас организована в помощь вот всем таким детишкам, которые тоже хотят детства, хотят праздника, хотят радости. Ну вот, Ольга Васильевна, я к чему спрашиваю-то? Кто вам помогает? Вот вы устраиваете действительно праздники, радость, подарки дарите. Кто вам помогает и чья помощь вам нужна, вашему центру? От кого? Ну, я бы хотела сказать, во-первых, что начиная с акции «Родители, где вы?», акция проводится в рамках долгосрочной целевой программы, которую финансируют мэрии города Архангельска под патронатом управления, вопросом семьи и пятипочтительства. То есть все средства, которые затрачены на проведение этой акции, у нас идут от муниципалитета. Это достаточно очень большая сумма, которая с каждым годом увеличивается в рамках целевой программы. Это одно направление. Второе направление — это, скажем так, можно выделить категории учреждений, спонсоров, благотворителей. Есть у нас все-таки в Архангельске. Есть в городе Архангельске, которые откликаются, которые понимают, что проблему вот эту надо, конечно, поддерживать всем миром. Ее нужно освещать, ее нужно двигать дальше, чтобы люди, во-первых, понимали всю значимость проблемы. Поэтому достаточно много учреждений, так скажем, помощников, которые также откликаются на многие акции, которые прощают в нашем центре. Нужна вот, собственно, от таких спонсоров, было их побольше бы, это здорово, да, кто прочувствует и поможет. И мне кажется, что маловато все-таки информированности той деятельности, которую вы ведете. Конечно, потому что, конечно, мы сейчас больше направлены... Я еще раз, извините, перебью вас. Вот те родители, которые к вам приходят, они ведь, наверное, кто проходит обучение, они ведь, наверное, далеко не все затем решаются на этот шаг, берут ребенка. Или... Нет, конечно, вы правы, нет, не 100%. Если посмотреть, где-то из 10 человек, которые проходят школу наших приемных родителей, один-два человека пока на время берут тайм-аут. Они... Кто-то на время для того, чтобы осознать, подумать. Кто-то потом... Кто-то, скажем, на более длительный период времени. А кто-то совсем уходит. А кто-то совсем уходит. Но пока вот они есть, вот да, они обучились, они получили. Вот для этого, наверное, и нужно вот эти 72 часа. Конечно, для того, чтобы подумать, чтобы осознать. Все равно я за то, чтобы люди по-хорошему, вот на этом первом самом таком... Он трудный этот период, это трудный этап. Людям достаточно много нужно новых знаний получить. Но это вот как раз тот период, когда нужно вот сейчас принять решение, чтобы потом в будущем избегать каких-то других проблем. Для этого, наверное, информированности больше нужно, да, чтобы у нас и газеты, и телевидение, и радио не забывали, что есть такие дети, которые нуждаются в семье, да? Да, конечно, нам было бы очень хорошей помощью и подспорьем, вот именно средства массовой информации, которые помогли бы нам освещение этих проблем. Да, такое систематическое. Систематическое, да. Вот вы работаете уже достаточно давно. Как вы считаете, на что в первую очередь надо обратить внимание, когда берешь ребенка в свою семью, чужого ребенка, как бы то ни было? Воспитание, да. Воспитание, ну, понимаете, вот такое понятие, берешь чужого ребенка, да, это одно. И своего ребенка тоже очень важно доверие. Доверие со стороны вот эта вот взаимосвязь родителей-ребенок. Потому что когда ребенок доверяет, когда он тебе говорит о своих проблемах, о своих чувствах, я еще раз повторяю, что многих проблем можно избежать, очень много, практически большую часть. Поэтому очень важно наладить контакт, важно разговаривать с ребенком. Как бы у тебя много времени не отнимала твоя работа или еще что-то вечером, ну, это уже всегда об этом всех психологи говорят, найдите время, поговорите с ребенком, как у тебя прошел день, что у тебя произошло. То есть этот контакт, он очень важен при общении с ребенком. Когда вы будете своими, родными. Да, да, что ребенок в любом случае, он не пойдет искать где-то на стороне какого-то совета у кого-то, а вот в твоей семье тебе помогут. А как вы считаете, что общество вообще готово и насколько готово воспринимать вот эту информацию? Мы говорили, что надо больше информировать о приемных семьях, об опеке. Наше общество готово к этому? Наше общество всегда было готово. Вот мне кажется, это уже русское какое-то такое отношение к этой проблеме. Общество готово. И готово сейчас даже более чем ранее, так скажем, потому что тяжелый период финансов. Ведь очень много значит, можешь ли ты финансово, скажем, вот эту проблему для себя в своей семье решить. Сейчас как-то более-менее у нас в этом отношении проблемы начали решаться. Поэтому общество готово, общество слышит, общество понимает, знает. Люди сейчас главное для себя понять, вот для себя лично, готов ли я принять решение, готов ли я взять к себе на воспитание ребенка. Ну вот как раз тогда и ваши советы тем родителям, которые приходят к вам в центр или собираются прийти к вам в центр. Ну какие советы? Во-первых, если у, не хочется назвать кандидата в приемные родители, если у человека возникла идея в голове, что да, я хочу взять на воспитание ребенка, я бы рекомендовала обращаться сначала, ну либо в органы опеки и попечительства, либо к нам сразу в центр. Пройдите школу приемных родителей, посмотрите, попробуйте. Вот я еще раз говорю, что 72 часа это достаточно большой период, чтобы ты либо точно уже подтвердил все свои вот эти вот моменты, либо намерения, да, либо, ну тогда пока может быть еще не стоит. Поэтому мы ждем родителей к нам в центр для того, чтобы, возможно, даже просто поговорить, если кто-то хочет больше узнать еще что-то по этой проблеме. Специалисты Центра охраны прав детства готовы обсуждать с вами, объяснять, давать какие-то советы. Поэтому мы ждем к нам в центр. Спасибо. Спасибо, Ольга Васильевна. В программе «Такие дела» принимала участие Ольга Илюшина, директор Архангельского Центра охраны прав детства. На сайте центра есть замечательные слова Оскара Уальда. «Лучший способ сделать детей хорошими, сделать их счастливыми». Сколько нас готовых к таким поступкам? Вот такие дела. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok